Намасте! Я Юлия Еремина, наставник йоги. Йога для меня это прежде всего образ жизни. Это образ моего существования. И пришла я к этому не так давно, каких-то всего почти 20 лет назад, и из них 9 лет занимаюсь только преподавательской деятельностью. У меня высшее физкультурное образование. В 1996 году я закончила Уральскую Олимпийскую Академию и какое-то время работала тренером по фитнесу. Затем были времена, когда я сменила профессию, но 9 лет назад вновь вернулась к преподавательской деятельности, оставив всю свою светскую работу. С этого времени я освоила следующие направления. Практика хатха-йоги во всех ее различных стилях и направлениях, таких как аштанга, ингара, ишвара. Нет смысла все перечислять, потому что всего понемногу. Эти знания я по большей части черпала непосредственно у мастеров, либо на фестивалях. Второе направление, которое я успешно развиваю, это перинатальная йога, занимаюсь с будущими мамочками. Ну а после родов они ко мне возвращаются на бэби-йогу. С 6 месяцев я начинаю заниматься с мамой плюс ребенок и веду до 3 лет. С 3 лет уже у меня идут группы детской йоги с 3-4 лет. Я работаю в детском саду, где преподаю йогу два раза в неделю для малышей и в студиях, где работаю уже с подростками. Также я развиваю новое направление, считаю его своим ноу-хау. Это совмещение МФР, миофасциального релизинга, с растяжкой или с йогой на гамаках. Мне еще очень нравятся такие направления, как йога голоса, мантра-медитация, просто медитативные практики. И я провожу выездные семинары, учительские курсы. В настоящий момент только в Новороссийске преподает более 10 моих учеников, но по России сложно сосчитать. Ну вот как-то так. А еще я преподаю на фестивале йоги асана-фест. Это моя семья, это мои единомышленники. Там я веду направление йога для детей и йога в гамаках. И в этом году вновь, это сейчас у нас 21 год, в сентябре, в Крыму в начале сентября состоится фестиваль, на котором я снова буду тычером. Ну а вообще для чего нужна йога? Вот каждый идет за своим. Но каждый получает то, за чем пришел. Кому-то нужно избавиться от депрессии, кому-то поправить здоровье, кому-то обрести смысл жизни, кому-то просто расширить круг своих интересов. Для кого-то это просто хобби. Многие приходят, потому что не могут забеременеть или родить малыша, выносить его. И йога в этом помогает, потому что мы корректируем не только физический аспект, но и моральные, духовные принципы. Вообще йога это настолько огромная планета. Зайдя туда один раз, уйти оттуда невозможно. Пути обратно нет. Недавно одна моя ученица написала мне благодарность за занятия и дала обратную связь, насколько элементарные занятия йогой изменили ее жизнь. Она много рассказывала о том, как они всю семью перешли на вегетарианство, насколько она стала спокойнее. Она пишет о том, что она смогла посмотреть на свою жизнь, на отношения в семье другими глазами, глазами любви. И это ей помогло переосмыслить многие вещи. И в дальнейшем это спасло ее брак. И она смогла пройти те трудности, которые в их семье возникали. И самое главное, что она в конце написала, что занятия йогой помогли ей уйти от суицида. Человек был настолько на грани срыва, что готов был расстаться с жизнью. Многие считают, что йога дает только физическое развитие. Но на самом деле через физическое развитие мы получаем духовное и душевное здоровье. мастера йоги говорят так, если у человека проблемы на духовном или душевном плане, надо заниматься физикой. И наоборот, если проблема в физическом плане, то нужно заниматься духовными практиками. И есть те, кто понимает, насколько йога помогает в бизнесе, потому что нарабатываются качества, уверенность в себе, успешность, дисциплина. Все это приходит с внутренней гармонией. Когда человек успокоен, его мысли в порядке, нет никакого хаоса, есть уверенность. И это дает внутреннюю медитацию, внутреннее спокойствие. Буду рада встретиться с вами на коврике, как онлайн, так и оффлайн. И больше всего буду рада встрече на семинарах и ритротах. Намасте. Рады, рады.